Трофей Рыбалка Трофей Рыбалка Передача наша выйдет в эфир Так, Сейчас Василий тему обозначит Вот у него уже разложены снасти Здесь, Потом я немножко про регламент Сегодняшней программы Расскажу о том, Что у нас еще и вопрос будет И в конце у нас награждение Победителя будет Итак, Василий, Сразу же Слушатели хотят знать Чему мы сегодня посвятим передачу Сегодня будет достаточно Интересная, Я думаю, Что передача Это Про Рыбалку Ну конечно же Про рыбалку но в необычном месте, это не в нашем регионе, рыбалка в Камском устье. Что такое Камское устье? Это некая мека уже, наверное, стала зимних рыболовов. Туда едут за прекраснейшей рыбой, за судаком. Судак и бёрж – это вот туда. В любое время года? Ну, и летом туда ездят, но вот именно зимняя рыбалка в Камском устье, там, не знаю, туда съезжается огромная масса народу, там бывает реально на льду тысячи человек, снегоходы, техника какая-то отовсюду, со всей России едут туда. Объясняется всё это тем, что всё-таки слияние двух могучих рек таких обусловлено ещё тем, что там работают плотины. Камы и Волги, соответственно. Да, Камы и Волга. Работают плотины, уровень, соответственно, в своё время подняли, и большая зона берега затопилась, то есть произошло затопление, и очень-очень такой интересный рельеф. То есть это и огромные ямы русловые, да, что на Волге, что на Каме, которые чередуются с какими-то изрезанными такими поливами, и очень интересный рельеф, достаточно много коряжников. Да, ну то есть вот такая рыбалка там очень интересная, и места для ловли судака, его там очень-очень много. И ещё обусловлена вот такая популярность этого места тем, что реально туда зимой судак мигрирует. Вот он приходит туда и встаёт там на зимовку. Ему там хорошо, комфортно, удобно. У него там огромная пищевая база. А именно это? Тюлька. Тюлька. Это вот такая рыбка, которая вот в нашем регионе, она не водится, то есть она водится именно там. То есть это такая маленькая-маленькая рыбка, я даже не знаю, на чё она похожа, но такая вот серебристая маленькая рыбка. Но мы здесь знаем щеклея какая-нибудь там. Она, кстати, тюлька, она похожа на кильку. На кильку. Она даже у нас продаётся. А, в банке же консервировано. Вот совершенно верно, да. Вот такая же штука выглядит примерно так же. Серебристая маленькая рыбка. Она там собирается в огромные стаи, и, соответственно, за этими стаями приходит судак и бёрш, которые её там с удовольствием кушают. А за ним уже приезжают рыболовы. Давай, Василий, расскажем, сразу же раскроем все секреты, как ехать, куда ехать, где именно, на какие пункты опираться. А мы едем всё очень просто. В любом навигаторе, который сейчас есть там и в телефонах, и везде, да, мы просто забиваем туда посёлок Камское Устье. Он именно так и называется. Ну, сначала нужно заправиться на движение, раз движение «Нефтепродукт» наш генеральный партнёр. Совершенно верно. Сойти в магазинчик движения, выбрать все необходимые аксессуары, заправиться, затем уже забиваем Камское Устье. Камское Устье и выдвигаемся. Это какой регион, какая область? Край, вот республика? Это республика Татарстан. Республика Татарстан. Соответственно, мы едем в сторону Вятских Полян. Сами Вятские Поляны заворачиваем, отворачиваем туда и уже приезжаем. Сколько полкилометра живут? 480 километров. Слушай, совсем немного. Ну, недалеко. Совсем немного. Это, на самом деле, там чем и хорошо. То есть, нам не надо там ехать какие-то тысячи километров. Когда лучше выезжать? Вот сейчас. Чтобы, не знаю, что целесообразнее делать. Ехать пораньше, чтобы преодолеть эти почти 500 километров и сразу попасть на рыбалку. То есть, попробовать сразу забрасывать снасти. Либо все-таки приехать, подготовиться, ночь переждать. Ну, большинство едут в ночь. В ночь. Ну, выезжают вечером. Соответственно. Из-за этого, чтобы быть на месте. Да, нет. Выезжают вечером. Вечером. Приезжают туда ночью. На отдых там остается буквально несколько часов. Там 2-3-4 часа. И с утра уже выходят на лед. Ну, сейчас это что? 7-8 часов утра получается. Не раньше. Нет, нет, нет. Еще раньше. Вот там особенности рыбалки, о которых мы дальше расскажем. Судак сам по себе, он достаточно такой хищник-то, который любит очень сумерки. И приезжая в Камское устье, честно скажу, вот еще одна особенность. Там практически нечего делать пешком. То есть, если у вас нет своей техники, снегохода, там, мотособаки, о которых мы рассказывали и говорили. Соответственно, там нужно ехать обязательно на рыболовную базу, коих там очень много. И там есть развозки. Соответственно, там есть егерь, который со снегоходом, там большие сани, куда он загружает человек 15 народу. И он уже везет на известные рыбные места, на известные точки, где он был там сам, например, день-два назад, где клевало. Либо там слухи есть, что вот тут вот клюет. Ну, то есть, там обязательно передвигаться на снегоходах обусловлено тем, что там огромные расстояния, нужно преодолевать. Пешком ходить много не находишься. То есть, территория просто огромнейшая, и абы где ты свой трофей не найдешь. Не поймаешь. Ну, нужно как раз-таки специалисты интересоваться для того, чтобы он на конкретную точку. Конечно. То есть, есть люди, которые, скажем так, годами ездят на своей технике на снегоходах. У них эти точки наработаны, они есть в навигаторе. Понятно, что удобно, когда ты передвигаешься со своей компанией. Например, снегоход, двое на снегоходе, двое в санках. Ты можешь покрыть за день достаточно большой километраж. Ты можешь пройтись по интересным точкам, так или иначе найти рыбу. А те, кто возят на развозках, на так называемых, они, конечно же, за день на одну, максимум на две точечки могут привезти. Это дорого, вот эти услуги, развозки? Ну, то есть, если говорить до конца, если память не изменяет, вот в том году было, по-моему, 300 рублей с человека туда-обратно. Ну, то есть, 150 туда, 150 обратно, там за 300 рублей свозят. Вот. Плюс много достаточно частников. В интернете сейчас вот просто там наберите. А, ну, надо понимать, если между ними конкуренция существует, то можно цена более-менее приемлемая. Можно, можно, можно. Договориться, что называется. Соответственно, есть рыболовные базы, есть частный сектор, где точно так же сдают жилье. Ну, у них там это такой бизнес, они вот реально зимой, они этим живут, там зимой вот просто кто не бывал и поедет первый раз, да, это будет действительно шоком. Я вспоминаю себя, когда мы приехали первый раз, нас по сумеркам, вот еще вообще темнота, привезли на лед, мы вышли на лед, все, нас высадили, сказали, вот здесь, вот в ту сторону идите, там все будет хорошо. И мы начинаем идти, я понять не могу, вроде бы там должно быть до горизонта так далеко, а он так близко, какая-то черная полоса, и начинается рассвет, и я понимаю, что это вот человек 600, наверное, стоит. То есть такая старая, людская. Вот, то есть там реально огромное количество народу. Это, с одной стороны, там может быть и хорошо, да, там в поиске рыбы, если тебя привезли в толпу, значит здесь что-то клюет. Вот, с другой стороны, это не очень удобно, потому что ты поймал там рыбку, и тебя начинают обуривать, там бурят тебе лунку в двух метрах от тебя, это еще хорошо, а могут и в метре там пробурить, и все. Ну, то есть такая живая конкуренция, постоянно приходится за рыбкой бегать. Вот. О чем я начал дальше говорить? Почему привозят рано-рано утром? Реально самый хороший клев, он бывает вот в сумерках утром и в сумерках вечером. Ну, сколько это по часам примерно? Ну, вот на такой вот очень-очень активный клев можно напороться там буквально час утром, час вечером. Нет, я имею в виду 5 утра, 6 утра, еще раньше. Ну, первые развозки начинают везти где-то примерно около 5. Около 5? Ну, 5 утра, с учетом того, что это примерно минут 30 там на дорогу, 30-40, соответственно, около 6 уже там на льду. Ну, с учетом того, что сейчас рассвет в 7.20, в 7.30, то есть вот первые там полтора часа именно сумерки, они такие очень-очень классные для рыбалки. И, соответственно, отсюда совет тем, кто поедет в Камское устье, обязательно берите с собой фонарик. Налобный фонарик. Какие-то светительные приборы. Налобный фонарик, самый удобный, руки свободны. Ну, их сейчас, да, там куча всего. Тем не менее, фонарик нужен будет. Он будет нужен утром, он будет нужен вечером. Без него никак. Да, в целом, добрались мы до места, получается, да, уже все рассказали. Я просто хочу сейчас напомнить, по регламенту, да, я хотел пояснить, что в конце самому мы подведем итоги нашего фотоконкурса. Определим обладателя сертификатом на 3 тысячи рублей от рыбалонного клуба «Белуга» в чистых прудах. В том числе, начиная с прошлой передачи, мы с подачей Василия Мамонова еще один конкурс организовали. Внезапно, в течение программы, Василий задает вопрос, естественно, на тему рыбалки. И первый на него правильно ответивший получает сертификат подарочный от компании «Арсенал». От компании «Арсенал», так что внимательно следите. Вот внезапно совершенно, я попрошу Василия озвучить вопрос, и он прозвучит. Поехали, вернее, уже приехали на Камской устье. Все, но перед тем, как нам приехать, нам нужно собрать туда снасти. То есть просто-то поехать, ну сели, поехали, приехали, а чем ловить? Нет, ну бывает так, что за снасти освещает какой-то один человек, вот ты собираешь все. Это понятно, но вот как раз о снастях я и хотел поговорить, вот здесь на столе там разложил кое-какие основные штуки, которые там нужны. Я, Василий, попрошу тебя по ходу брать в руки. Обязательно, конечно, буду показывать. Рыбалка в Камском устье очень сильно отличается от той, который, ну рыбалки, к которой привыкли мы на нашей родной реке, там на Вятке. Первое, что стоит учитывать, это глубина ловли, на которой мы ловим. В Камском устье глубина ловли может доходить до 25 метров. У нас здесь таких глубин просто нет, а там реально судак постоянно передвигается, и вот если его кормовая база тюлька там уходит на большую глубину, в русло, судак идёт за ней, встаёт в этом русле, и всё, и нам приходится там ловить. То есть, осложняется это ещё всё тем, что работают гидроузлы, и течение может либо быть, либо не быть. То есть, вот бывает, что приходишь утром, шлюзы закрыты, течения нет. А днём появляется тяга, и, соответственно, там на 25 метрах нужно соответствующие снасти, чтобы нам банально там утопить эту блеснуту. Конечно, представляем физически это всё. Ну, здесь тоже есть особенности, например, вот местные рыболовы, и, скажем так, мы на своём опыте уже подошли к чему. Самая результативная ловля, самая результативная ловля, это, как правило, глубины от 8 до 14-15 метров. Обусловлено всё тем, что судак, он всё равно зимой вот в этих глубоких русловых ямах, он там живёт. Но когда он находится в своём доме, ну, грубо говоря, он всё, он поел и сидит в домике. Ему там нафиг ничего не нужно, его можно, конечно, раззадорить на поклёвку, но достаточно трудно. А когда мы находим рыбу на глубине 8 метров, 9 метров, на таких поливах, и особенно если там рядом есть кормовая рыба, это говорит о том, что он туда вышел кушать, то есть это его столовая. И поймать его, когда он активный, когда он в фазе именно еды, его проще всего. И, соответственно, мы, например, постоянно перемещаемся, исследуем именно вот такие прирусловые свалы, где глубина там 8, 9, 10, вот такая. На ней, во-первых, очень комфортно рыбачить, это раз. Во-вторых, если мы на такой глубине находим рыбу, априори она уже активная, она готова кушать наши приманки, предложенные ей. Первая особенность рыбалки в том, что если у нас, например, на вятке мы в 95% случаев ловим судака, как правило, на искусственные приманки, то есть это там балансиры, блёсны, ратлины, там что-то вот такое, и на них, на крючок ничего не насаживаем, то там вся рыбалка сводится к тому, что на крючке обязательно должна висеть кусочек вот этой тюльки рыбки. То есть там вся рыбалка, она с насадкой. Ничего кроме тюльки судак не жрёт. Не признаёт. Ну, можно, вот когда вот он очень активный, можно, конечно, ловить там и на голую приманку именно на искусственную, а так всегда покупается тюлька, она там продаётся. Можно спросить, где взять её, не ловить же её. На базах, на базах она продаётся, в частном секторе она точно так же продаётся, поэтому мой совет перед тем, как вы соберёте в Камской устье, ну, не поленитесь, зайдите в интернет, там просто забейте там рыболовная база Камской устье, у вас выйдет их куча, даже если вы не на ней живёте, вы просто можете туда приехать и приобрести эту тюльку. Она продаётся там в пакетиках, мы её складываем в пенопластовую мотыльницу, убираем за пазуху, чтобы она у нас там не замёрзла, всё. Да, то есть на день пакетика хватает, то есть, как правило, там в пакетике, наверное, рыбок может 20, не, 20-30, но их нарезаешь ножничками, вот кусочек прям на крючок надеваешь. Да, вне зависимости, какую часть потом надевать на крючок, голову? Берёшь крючок, без разницы, то есть берёшь крючочек, да, там надеваешь одну-два и ловишь. Вот, это первая особенность. Вторая особенность, значит, ну вот приходя к нам в магазин, очень многие рыболовы, выбирая там первую удочку, например, на Камской области, совершают некоторые ошибки, то есть они берут либо уж совсем вот такой бодок, да, которым, ну там просто ничего чувствоваться не будет, особенно на такой большой глубине, либо они выбирают достаточно мягкую удочку, то есть удочка обязательно должна быть такой, ну, скажем так, средней жёсткости, ближе там к такой достаточно жёсткой, вот, но и она должна быть длинной. Вот, Василий, сейчас продемонстрирую, да, непосредственно. Например, вот эта удочка длиной, получается, у нас 65 сантиметров. 65, ну вот где-то подлежит. Для чего она нужна? То есть у неё достаточно гибкий кончик, но в то же время очень мощная такая вот средняя часть. То есть нужна для того, что такая длина, для того, чтобы у нас был рычаг на подсечке, когда мы подсекаем это раз. Во-вторых, если у нас хорошая тяжёлая рыба, да, то есть мы можем ещё удочкой там подержать, на ней будет амортизировать, вот, плюс на проводке тяжёлых блёсен длина удилища, она нужна. Если у нас будет короткая удочка, мы вот просто там анимацию вот эту мы сделать не сможем. Играть, что называется. Да, то есть игры у нас не получится, поэтому удилище, ну, вот мой совет, там, от 50 до 65 сантиметров, это вот оптимальные удочки, там каждый под себя сможет подобрать. Вот. Дальше. Катушка. Опять же, многие приходят, ставят на удочку достаточно тяжёлые, объёмные катушки. Ну, господа, вот сейчас вот такие вот катушечки, которые весят там буквально 20 грамм, они вмещают абсолютно свободно там 50 метров лески, нам этого более чем достаточно, и не надо громоздить, там ставят какие-то здоровые металлические или ещё что-то. Это металлическая катушка на морозе, она замерзает, в неё попадает вода, и она не крутится, мы её выкидываем. Катушки из поликарбоната, современный материал, они, во-первых, при падении на лёд с ними ничего не происходит. Они морозоустойчивые, они не трескаются, не ломаются, максимально лёгкие, и, соответственно, снасть получается лёгкой. Вот, то есть, ну, вот там рабочая моя рабочая удочка, конкретно той, которой я рыбачу в Камском устье, да, то есть, всё, она как раз имеет все вот эти преимущества, жёсткий хлыст. Лёгкая катушка, она удобная в руке, тёплый материал здесь, всё, рука не мёрзнет. Дальше, например, особенности. При переходе с лунки на лунку нам очень важно засечь глубину. То есть, если у нас нет, например, портативного эхолота, мы ловим без него. То есть, мы сделали ряд из 10 лунок, соответственно, в одну половили 8 метров у нас глубина, переходим в следующую, и нам нужно понять, а вот есть там перепад вот этот, да, там свал какой-то пошёл, там кочка, может быть, или ещё что-то. На удочке с катушкой сделать это трудно, потому что если мы при переходе смотаем всё... Смотали, да, мы забыли. То есть, мы забыли глубину. Поэтому на удочках для Камского устья мы делаем вот такую штуку. Так, внимание. Сверху есть вот такие рога. И при переходе с лунки на лунку, мы вот эту леску, которую из лунки мы достали, мы её сматываем не на катушку, а сматываем вот сюда вот на рога. Чтобы запомнить. Всё, совершенно верно. Всё, вот я вот смотал. Всё, пришёл на следующую лунку. Там точно так же это всё дело размотал. Там в лунку отпустил, и я понял, что ага, вот у меня там на метр глубже, на метр мельче. Всё, я уже понимаю, что здесь пошёл свал. Между лунками там можно, например, пробурить ещё одну, да, и там попасть на самый свал, на котором может стоять рыба. То есть, это одна вот из особенностей, которую мы используем. Обязательно, ну, такая полезная вещь. Этому нас тоже научили там местные рыболовы. Ну, достаточно незамысловато, просто практично. Подглядели мы эту штуку у них, поэтому это всё есть. Вот, это то, что касается удочки. Удочки, ещё раз повторим, не больше там 70-65 сантиметров. 50-65, вот от 50 до 65, я думаю, что это вот оптимальная такая длина. Вот, она должна быть достаточно лёгкая, достаточно жёсткая, да, для того, чтобы мы, ну, костлявую пасть судака могли там пробить, да. Ценовой диапазон у вас или таких? Ух, ценовой диапазон, на самом деле, там от 300-400 рублей до, не знаю, там полутора тысяч рублей. Это всё зависит от того, из какого материала изготовлено удилище, да. То есть, есть там стеклопластиковые, они, соответственно, будут дешевле. Есть полностью карбоновые, с цельными хлыстами они будут дороже, но они будут, скажем так, более лёгкие, более чувствительные, ну, более современные, да, и в конце концов, ну, вот, по ценнику будет подороже. Так, хорошо, с этим мы разобрались благополучно, всё увидели. Напоминаю, что в видеоверсию можно всё там посмотреть своими глазами. Далее. Ну, всё, удочку мы взяли, катушку взяли, два буквально слова, да, про леску. Диаметр лески, да, что там нужно? По диаметру лески, опять же, мельчить не стоит. Судак, скажем так, в последнее время, ну, вот, сильных каких-то трофеев таких становится, к сожалению, всё меньше и меньше, но судак там… Сильных это… Ну, раньше там ловили рыбу там по 8 и по 9 килограмм, да, вот. Сейчас, например, там 3-4 килограмма, это уже считается достаточно трофейной рыбой. Честно скажу, для зимы, для зимы 3-4 килограмма, это уже такой очень достойный соперник, потому что мы здесь всё делаем руками, на коротке у нас нет спиннинга, которая амортизирует, у нас нет фрикциона на катушке, да, то есть мы всё достаем руками, поэтому требование к леске, во-первых, она должна быть достаточно прочная, с диаметром сильно мельчить не стоит, потому что при ловле на большой глубине, а даже 10 метров – это уже большая глубина, тонкая леска будет путаться, это раз. Во-вторых, тонкая леска, если именно говорим про монолеску, чем тоньше диаметр, тем сильнее она растягивается, у нас не получится качественной подсечки, ну и в-третьих, если клюнет всё-таки трофей, на тонкой леске есть шанс, что он просто оборвёт. Оптимальная длина диаметра начинается от 0,24-0,26 до 0,35. С выше 0,35 ставить уже не стоит, связано опять же с тем, что она будет уже очень грубая. А толстую леску, ну обязательно, ну вот опять же мы, например, там своей компанией ездим, когда у каждого по 3 удочки. И на каждой разная леска. На каждой разная леска. То есть одна удочка с леской примерно 0,24, это для ловли на большой глубине, чтобы сильно не порусило. Вторая удочка с леской примерно 0,3, и одна удочка обязательно с леской 0,35. Объясни, чего вот как раз нет. Для чего нужна 0,35 леска? Когда судак выходит на поливы с глубиной 4, 5, 6 метров, вот на таких, он там очень злой, потому что он там очень активный, он питается. И когда мы ставим достаточно тонкую леску, вот на коротке, он 0,24, и реально судак там такой больше двушки, он с поклёвки может оборвать. Это раз. Во-вторых, у нас достаточно жёсткая удочка, и на коротке, когда мы в запале в таком, начинаем подсекать, мы на подсечке можем оборвать. Это второй вариант. И третий ещё нюанс. Толстая леска, она сильнее порусит, и когда на достаточно мелком месте мы ловим блёснами, с толстой леской она медленнее падает, планирует. Это судаку очень нравится зимой. Поэтому мы ставим 0,35, чтобы и себя обезопасить, да и рыбу уже точно поймать, и вот правильную проводку сделать. Мой совет. Леску используйте чёрную. Чёрную. Вот она есть в продаже всегда. Чем это объяснимо? На белом снегу чёрную леску, когда ты ловишь на глубине 20 метров, и очень хорошо видно. А, это чисто практический совет для рыболова. Да. Рыбе-то пофигу. Рыбе-то пофигу. Рыбе-пуфигу. Вот. Вы видите, как у вас эта лесочка, вот вы её там 20 метров достали на снег, вот всё, она лежит у вас колечками, соответственно, рыбу сняли, потом начинаете обратно, когда затягивает, да, вы уже видите, что, ага, вот здесь кольцо там подмёрзло, зацепилось за льдинку, там ещё что-то можно скинуть. Если леска будет прозрачной, её просто банальной будет не видно на снегу, путается очень сильно. Учитывая то, что рыбаков ещё поблизости может быть очень-очень много, да, и вот это. Вот, поэтому, ну вот, мы, опять же, методом пробы ошибок пришли к чёрной леске, её очень хорошо видно контрастно на снегу, поэтому она полезна. И третья удочка у нас, вот, практически всегда, она оснащена плетёнкой. Плетёнка, да. То есть, есть вот специальные плетёнки, на которых вот та же там написана Crystal, да, что она там зимняя, вот, есть вот такие варианты. Чем это обусловлено? Тем, что, когда мы ловим, опять же, на запредельных каких-то глубинах, плетёный шнур, он, во-первых, более тонкий, он меньше парусит, и он практически нерастяжим, а это нам важно, когда большая глубина, чтобы сделать качественную подсечку. Чтобы не было амортизации. Да. Потому что там на 20 метрах реально леска там диаметра 0,26, мы просто пробовали вот так вот по себе тянули, на сильном таком рывке она растягивается примерно сантиметров на 70. И, ну, вот мы представим, что от лунки, вот мы от лунки так вот махнули 70 сантиметров, а там приманка практически не сдвинулась с места. Вот, поэтому мы используем плетёный шнур. Здесь совет с диаметрами не мельчить. Плетёнка диаметром оптимально будет там 0,22, 0,23, 0,24. То есть, ну, вот самый такой интересный вариант для ловли на глубине. Но, опять же, на мели с плетёнкой ловить нельзя, потому что это очень жёсткая снасть получается, и реально там много достаточно сходов бывает, некомфортно. Рыба зачастую не успевает, собственно, да? Нет, она успевает. Вот мы чересчур сильно подсечку делаем, плетёнка абсолютно не амортизирует, и, соответственно, ну, прорываем, бывает, пасти, и всё, и рыба сходит. То есть, на меляках лучше и удобнее ловить с леской. Вот, это то, что касается вот уже, собственно, вот самой вот удочки. Так, я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, тем более, что у нас подошло время рекламы. Я напоминаю, что это программа «Трофей рыбалка» Василий Мамонов, сегодняшний эксперт, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. И мы сегодня отправились в такую радиоэкспедицию на Камской устье. Говорим о зимней рыбалке, именно на Камском устье. Чуть раньше поговорили, как добраться, как выбрать. Ну и продолжим через буквально полторы минуты. Не забывайте о том, что внезапно Василий задаст вопрос. Это будет конкурс, правильно ответивший на вопрос, получит сертификат, подарочный от компании «Арсенал». Небольшая пауза. «Трофей рыбалка» Продолжается программа «Трофей рыбалка». Ещё раз всем добрый вечер. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Собственно, здесь, в этом замечательном магазине, мы и находимся, и записываем нашу программу. И продолжаем наш разговор о рыбалке. Готовимся дальше, да. Мы поговорили о том, какая должна быть удочка, что-то намотать на катушку. Всё, и самое главное, к чему мы переходим, это что же всё-таки нам поставить-то, какую приманку-то. На что, собственно, судак у нас. Да, их выбор на самом деле очень-очень большой. Значит, классикой ловли в Камском устье являются вертикальные блёсны. То есть, вот обычные... Давай сразу продемонстрируем на камеру. Вот обычные наши железячки. Вот причём сейчас я держу в руках вот эта блесна, это «Салма-пятёрка», которую вы всегда можете приобрести в магазине. Вот на протяжении последних трёх сезонов, по крайней мере, у меня, это безусловный фаворит. Вот если бы мне сказали... Самая удачливая блесна. Она по весу... Без рыбы точно не остался. Вот она по весу 18 грамм. Её, в принципе, хватает для ловли на достаточно больших глубинах, но в то же время за счёт своей формы она очень хорошо работает и на меликах. То есть, она сыплется вот так вот на паузе. У неё достаточно такая классная игра. И плюс она практически 100% напоминает по форме вот вот эту тюльку. Вот эту самую тюльку. Ну, то есть, серебристая блесна. У судака в голове одна тюлька. Пятёрочка. Вот «Салма-пять», я не знаю, это, наверное, хит там последних трёх лет, по крайней мере, у меня 100% всегда есть в коробке. Стоимость? Стоимость в особей? Порядка там 230 рублей, не сильно дорого. Единственное, что в Камской мусти блёсны все, на которые мы ловим, их нужно модифицировать. Модификация заключается в чём? Ну, во-первых, отсюда мы убираем вот этот тройник, который стоит, и ставим большего размера. Тарас. Насколько большего? Ну, я вот ставлю тройники, там, четвёрочку. Ну, то есть, это вот примерно раза в полтора больше вот этого. Раз в полтора? Да. Ну, если в два человек поставят, это уже много? Ну, это многовато, наверное. В общем, полтора. То есть, вот это как раз через размер вот этого получается. Всё можно поменять. Ну, тем не менее, там, если в магазин придёте, наши консультанты подскажут, какой тройник сюда поставить. Вот. Это раз. Во-вторых, особенность ловли в Камском мусти в том, что все приманки, практически все приманки, мы обязательно на них клеим фосфорную полосочку. Так, как выглядит она? Ну, то есть, вот мы возьмём, вот, например, там фосфорная полосочка, да, там приклеена. Они отдельно продаются, да, эти фосфорные полосочки? Да, вот, например, блесна, у которой полностью там покрыта всё вот эта часть, да, она там фосфорная. Например, там вот такие вот блёсны, да, у них там задняя часть там тоже вся фосфорная. Судак. Дай угадаю, он видит это. Видит. Видит. Совершенно верно. То есть, мы проверяли и смотрели, вот, отпускаешь блесну, на которой ничего нет, стюльки, всё хорошо, есть поклёвки, но что-то вот как-то вот слабенькое, где-то вот нету, там может всё. Берёшь эту же самую блесну, клеишь на неё эту фосфорную полоску, отпускаешь в эту же лунку, где только что там что-то маракалось и каких-то поклёвок не было, всё жадно клюёт, ты достаёшь. Видимо, как на маяк идёт. Вот, не знаю, причём мы это замечали вот именно только там, в нашем регионе это вообще-то, там абсолютно не работает, ну, не знаю, там, каких-то преимуществ я не увидел, там прям это вот сто процентов, и обязательно, с чем связано, вот я, как понимаю, во-первых, мы ловим на достаточно большой глубине, куда свет попадает плохонько, вот, плюс если лёд у нас закрыт снегом, то там вообще с освещением всё так не очень хорошо. Кромешная тьма. Вот, плюс судак, ну, это по их теологии уже, да, судак, например, при охоте очень часто, если, например, щука там боковой линией, да, там вибрации какие-то улавливает, то у судака это реально вот глаза, то есть он смотрит на добычу, высматривает её. Ну, в принципе, так же, как у окуня, да, они там одного семейства. И, соответственно, вот, и плюс вот эта фосфорная полоска, без неё вот сто процентов поклёвок в сумерки не будет. Это вот как раз утренние и вечерние часы, когда основные выходы судака, вот если её не будет, то будет вообще всё плохонько. Поэтому, опять же, совет, купили блесну, купите отдельно полосочки, ну, то есть это ленты фосфорные, которые нарезаем, да, вот прям приклеиваем. Ну, там буквально несколько секунд, да, не занимает особого труда наклеить это всё. Ну, и плюс, как я уже сказал, что есть уже блёсны, да, у которых уже в заводском исполнении уже вот этот фосфор там присутствует. То есть она сзади, вот блесна, она вся там фосфорная. Вот. Дальше. Ну, с блёснами там их вариантов очень-очень много. Например, там следующая блесна, вот так называемый шведский прыщ, да. Шведиш пимпл. Почему у него такое название? Вот так вот и называется, да. Шведиш пимпл переводится в шведский прыщ. Связано всё с тем, что вот поверхность блесны вот с той стороны, она в таких пупырышках вся. Вот. Это тоже одна из самых популярных блёсен для камского устья. В развесовках они во всяких. Вот я, например, всегда беру, они идут по номерам. То есть у меня самая уловистая блесна там, это шестёрочка. Шестёрка. Вот. То есть шестёрка, она, опять же, по размеру достаточно компактная. То есть это порядка там 60 миллиметров она получается. По весу она, если память не изменяет, тоже там порядка 17 грамм. Ну, такой один из беспроигрышных вариантов. То есть имея там салму пятёрку, шведского прыща там шестёрочку, мы в принципе закроем глубинную ловлю. Василий, у меня вопрос, как у дилетанта. Вот эту тюличку на тройник на каждый крючочек нужно надевать? Можно надевать на каждый, но, честно скажу, я надеваю на один поддевчик. Ну, нечего его баловать-то, на самом деле, ему хватает. Ну, может, наденешь на все три крючка и поймаешь судака так судака. Нет, не факт. Вон, дальше. Продолжаем. Всё, вот, ну, блёсна достаточно тяжёлая, там глубинную ловлю мы с ними закрываем. Когда же мы ловим на меляках? Меляк это, давайте, на Камском мосте это до... До восьми метров, грубо говоря. До восьми метров глубины. Вот там пять-восемь, вот такая вот глубина. Там нам нужны блёсны, которые будут достаточно долго планировать в придонном слое. То есть, после взмаха мы делаем остановку, и блесна должна вот вальяжно так вот обсыпаться, играть. Как пёрышко в воздухе. Играть, и, соответственно, судак на это реагирует. Вот здесь, на таких глубинах, опять же, блесна, по крайней мере, классическая для меня и очень-очень известная в Камском мосте, это Акма Литл Клео. Вот в цвете называемым мухомор. Ну, у меня почему-то ассоциации с божьей коровкой пошли, но мухомор, не знаю, вот он как-то прижился в таком вот названии мухомор, да. А где ты взял мухомор? Вот, 11,3 грамма, это вот достаточно для таких глубин. Блесна отличается тем, что она достаточно широкая, и вот как раз за счёт этого достигается та игра, которая необходима. Вот, это, опять же, следующий вариант. В последнее время на Камском мосте мы вот очень часто наблюдаем то, что начинают менять приманки, да, ставшие уже таким, скажем так, классикой жанра там. То есть, экспериментируют рыболовы, да? Вот, рыболовы начинают экспериментировать, очень многие ловят на балансиры, но балансир, он всегда был достаточно ловистой приманкой, но, опять же, здесь мы 100% меняем крючок на больше, вот. А вот цвет такой устраивает судака? Вот это флюоресцентность цвета, он светится в ультрафиолете, то есть, я неспроста взял вот эту размерку, да, то есть, это девятка, по весу она 25 грамм, 25 грамм. Можно поднять на камеру. Вот, причём с таким балансиром, с 25-граммовым, вот, при всех прочих равных я всегда выбираю достаточно тяжёлые балансиры, связано всё с тем, что балансирую вообще без разницы, на какой глубине работать он будет и на 15 метрах ходить в сторону, да, там, и точно так же, там, на трёх метрах мы тяжёлым балансиром ловим, никаких проблем не испытываем. Вот, по цвету, вот, я, опять же, выбрал свой любимый цвет, который у нас уже работает достаточно долго там, и зарекомендовался я с лучшей стороны, он полностью флюоресцентный, он светится, его там, если фонариком посветить, он вообще как факел там буквально, то есть, вот, балансиры ловят, на них точно так же можно подсаживать тюльку, но это как раз вот те приманки, когда он активный, да, на них можно ловить, ничего не насаживая, там, всё хорошо. Вот. К чему я дальше вёл разговор-то? К тому, что в последнее время стало популярным, и вот всё чаще и чаще, и всё больше и больше рыболовов переходит на вертикальные приманки, не балансиры, а так называемые ратлины. Так. То есть, что это такое? Кто первые слышит, пожалуйста, внимание, сейчас мы всё услышим, всё посмотрим. Вот такая вот приманочка, которую достану сейчас даже, то есть, она выглядит вот как такая рыбка с верхней системой подвеса, такая вроде бы, которая лишена каких-либо лопастей, да, там, хвостов, как на балансире или ещё что-то, чем хороша? Тем, что на взмахе удилищем вверх, вот ратлин, да, от слова английского, то есть, он начинает вибрировать очень-очень сильно. Всё. И когда мы его сбрасываем обратно, он чуть-чуть уходит в сторону и возвращается назад. То есть, приманка… Интересное, в общем, поведение у этой приманки. Она очень шумная, она очень шумная, то есть, это как подлёдный воблер, да, то есть, у неё там внутри есть шарики, чего лишены все оставшиеся, да, то есть, это именно акустический уже, скажем так, эффект приманивания рыбки здесь срабатывает. Плюс она максимально, там, скажем так, приближена к кормовому объекту, у неё там есть какие-то глазки, кстати, иногда очень хорошо реагирует на этот судак. Вот, плюс она даёт именно вибрацию, когда мы удочки вот прям берём, слышим, она начинает тарахтеть. Это очень хорошо. И ратлины ещё чем замечательны тем, что в отличие, например, от тех же балансиров, мы ратлины можем абсолютно спокойно ловить в коряжнике, что балансир у нас очень сильно уходит в сторону на взмахе. Если мы ловим в глухом коряжнике в каком-то, да, в котором судак очень часто любит жить, балансир, ну, к сожалению, мы постоянно зацепляем, то есть, там, отцеп можно солдать, прям не убирать взмах, зацеп, отцеп, там, всё, по коряжнику с тучьим отцепом поклёвок как итог не будет. У ратлина всё-таки больше вертикальной составляющей, вот, и за счёт этого мы можем аккуратненько между коряжками, да, там, раздразнить этого судака на поклёвку, да, вот, подать его там, прям, это здорово. Вот, их вариаций очень-очень много, вот, я сейчас достал, там, Ганста Айс, это вот фирма Усами, балансир, там, весом 17 грамм, в маленьком достаточно размере, он хорош для ловли на глубине, а в последнее время ещё... Подожди, Василий, вот, перед тем, как перейдём, твой опыт хотелось бы услышать, насколько он результативен использованию ратлина? Вот, для меня сейчас приманка, если смотреть, вот, вообще, по приманкам, я с собой ввожу 4 блесны и коробку с ратлинами. А коробки сколько? Я в основном ловлю на них. На них, да. Ну, потому что рыбалка для меня, скажем так, это постоянные какие-то эксперименты, да, хочется чего-то нового. Мы заметили то, что на ратлина реально крупнее клюёт. Крупнее. Крупнее. Ну, специалисты, наверное, могут это объяснить, да, почему? Ну, я могу объяснить это тем, что это всё-таки приманка, которая раззадоривает рыбу. У судака, ну, и как, в принципе, у любого другого хищника, всегда есть два пограничных состояния, да. Первое состояние, когда он наелся и кушать не хочет, и всё сытый, стоит там где-то в коряжках, не знаю, там, на бровке, всё, ему там нафиг ничего не нужно. Вот, и вторая стадия, когда он очень активный. Когда он очень активный, поймать его можно на всё, что угодно, но вот попасть на эту стадию, если повезёт пару раз за сезон, то это хорошо, потому что он может там покушать ночью, да, там, покушать вчера, и, не знаю, ты там не попал в это место, и всё. То есть, в основном мы ловим, когда он вот в стадии, когда он уже наелся и ничего не хочет. Ну, наверное, это особенность окунёвых, я предположу, да, потому что, ну, бывают какие-то совершенно какие-то невообразимые поклёвки, да, вот он. Всё, у него там начинается жор, причём это может быть, там, ты вот утром ловишь, как в ванной вообще поклёвок, нет, а к обеду там начинаются в этих желунках там бешеные поклёвки, и до вечера там прям не затихает. Вот, поэтому это всё очень скоротечно, и попасть на такой жор, это понятно, что огромная удача, но не всегда это получается. Не всегда мы можем быть в том месте в нужное время, и поэтому пытаемся всегда ловить рыбу уже в тех условиях, ну, вот, которые есть, мы ничего изменить не можем. И, соответственно, когда у нас хищник находится вот в таком пограничном состоянии, когда он кушать не хочет, его нужно чем-то удивлять. Удивлять его тюлькой, которой ты машешь перед носом. Ну, вот её как бы плавает, да, её там плавает кругом очень много, он уже наелся, она ему нафиг не нужна. Вот. Удивить его бесшумной блесной игрой, да, там, спровоцировать на поклёвку достаточно сложно. А вот ратлины – это как раз та приманка, которая может его спровоцировать на что? Он, может быть, даже и не хочет кушать, но он проявляет как минимум интерес, да, то есть что-то там у него шумное такое перед ним, перед нёсом. Органов чувств задействовано. Перед носом там что-то у него такое летает. Вот, это раз. Во-вторых, судак очень ревностно охраняет свою территорию, на которой он находится, он может просто такую шумную приманку пытаться отогнать. Вот. И действительно очень часто бывают поклёвки, то есть удар жёсткий, ты подсекаешь, достаёшь, а судак снизу, вот за бороду так называемая, да, багрится. Это говорит о том, что он здесь есть, здорово, есть он не хочет, но он приманку просто отгоняет. Он её там прижимает, бьёт, там как угодно, всё. Мы её ловим, но тем не менее мы рыбу-то ловим, а хоть когда на другую приманку поклёвок нет. Поэтому вот, например, мы очень часто сейчас используем ратлин, и для меня это стало приманкой номер один, наверное. Блесну я ставлю уже в то время, когда мне хочется поймать там не судака, например, а берша. Да, берш вот реально на блесну реагирует лучше с подсадочкой, там всё где-то, ну, бывают случаи, когда, да, там, на ратлин не реагирует, а на блесну клюёт, но тем не менее… То есть ратлин – это то, с чего ты начинаешь на Камском устье сразу же, да? Да. А потом уже как пойдёт? А потом уже даже, да, там дальше начинаешь смотреть, там перебирать эти же ратлины. Бывает, что вот клюёт на такой размер, а бывает, ты ставишь, вот вообще нет клёва. Это, кстати, совет такой рыболову. Вот многие, когда, например, не клюёт, да, пытаются уменьшить размер приманки, но думают, ну, вот я сейчас что-нибудь такое маленькое вот ему там дам, вот чтоб он съел. Надо наоборот увеличивать размер приманки. Увеличивать. У нас были случаи, когда мы ставили ратлины весом там 38 грамм, 105-го размера, вот такие огромные, да. 105-й – это 10,5 сантиметров. То есть, это реально здоровый ратлин, который очень-очень шумный, и мы на них там ловили тех же там судачков, там, не знаю, 500-600 грамм, то есть, абсолютно спокойно на них клюёт. Хотя на другие приманки поклёвок не было, и ты реально отпускаешь этот тяжёлый ратлин, там ещё пару раз по дну им стукнешь, чтоб муть поднять, потом там брух, чтобы уже вспеленился сюда. Там прям такая вибрация, всё, и достаточно злые поклёвки происходят, поэтому его раззадоривает это. Василий, вопрос. А, вопрос. Да, мы чуть не забыли, внимание, слушатели, вопрос, потом расскажу, как отвечать. Какая из перечисленных рыб начинает нереститься раньше всех? И несколько вариантов ответа. Судак, щука, краснопёрка и окунь. Ну, все рыбы знакомые нашему брату. Все рыбы наши, все рыбы у нас есть, поэтому какая из перечисленных рыб начинает нереститься раньше всех? Судак, щука, краснопёрка либо окунь? Уважаемые слушатели, сейчас поступайте следующим образом. Заходите на нашу страницу ВКонтакте, я имею в виду группу ВКонтакте, радиостанции наши, и прямо вот там соответствующая запись есть. Вопрос от Василия Мамонова. И вы прямо в комментариях отвечаете. Кто правильно первым ответит, тот получит подарочный сертификат от компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Все? Да, отлично. Едем дальше. Продолжаем. Осталось у нас не так много, да. Вот. То, что касается ратлинов, вот об этих приманках, мы поговорили вот о таких вот там шумных вариантах, да, там всё вот, которые там все звенят прям. Последнее время на рынке появилось очень много, и они стали очень-очень популярными. Ратлины. Вот такие вот они интересные. Это тоже ратлин. Да, он бесшумный, он силиконовый, то есть, если это пластик, да, то есть, вот это силикон. Не знаю, с чем связано, но реально на них очень хорошо клюёт. Но здесь есть особенность. Я вот, например, опять же, взял в руки свой любимый цвет, который очень нравится судаку. Вот кто бы подумал, что можно ловить он на какой-то такой вот оранжевый цвет. А он тоже светится как-то там? То есть, какого-то специального покрытия нет? Ничего нет? Он даёт достаточно сильную вибрацию, вот. Почему яркие вот такие цвета? Но, опять же, они его просто раздражают. Если посмотреть, например, в коробку у меня и у товарищей, у нас там есть оранжевые какие-то лимонные, не знаю, там розовые цвета. Ну, весёлые рыбаки получаются. Попугайстые такие цвета. Любят такие цвета. Вот реально на них судак в последнее время очень хорошо реагирует. И здесь, я ещё думаю, что связано всё с тем, что огромное количество рыбаков, которые приезжают в Камской устье, они все ловят, вот, ну, сейчас есть уже исключения, да, там многие начинают экспериментировать, а раньше реально, вот ты кому бы там ни подошёл, ты увидишь одно и то же. То есть, это блесна, на которой надета тюлька, которую вот он отпускает у дна, там что-то трясёт, всё, и там ловит рыбу. Этих классических вопросов не надо задавать, да, на что ловишь, на что ловишь. Ну, то есть, там, как правило, тебе ответят на блесну с тюлькой. Какая блесна там? Ну, уже есть вариации, но тем не менее. У рыбы всё равно есть привычка, но она начинает привыкать к одному и тому же. Ну, конечно. Мы просто не единожды это проверяли. Честно скажу, вот, например, там, опять же, три, наверное, года назад для меня, по крайней мере, может, наверное, к своему стыду, да, раньше не пробовал, как-то не верил в них. Вот три года назад я взял с собой ратлин и приехал в Камской устье с одной целью, такой, думаю, всё, я тюльку сейчас вообще не буду брать, не буду насаживать, буду ловить на них. И для меня там было шоком, когда я в первый день там обловил всех, а на следующий день мне там говорили, дай мне, дай мне, там, я тоже хочу. Вот, реально рыба реагировала на приманки просто там сумасшедшие, там уловы были какие-то бешеные. И вот реально стоит экспериментировать. То есть классика есть классика, но, тем не менее, эксперименты в рыбалке никто не отменял. Поэтому вот такие вот яркие цвета. Да, кстати, тройнички тоже нам же нужно, да, покрупнее ставить. Ну, здесь нет. Или нет? Можно использовать именно это. Крупные, крупные, здесь, в принципе, в стоковой комплектации, скажем так, ничего тюнинговать не нужно, всё уже достаточно хорошо. Уже всё. Взял из коробки, достал, и можно начинать ловить. А крупные тройники на блёснах обусловлены тем, что мы насаживаем рыбку. Ну, то есть мы насаживаем всё-таки эту тюльку, тройничок должен быть покрупнее, и, скажем так, засекаемость будет лучше. Василий, использование поводков, это подразумевается само собой? Нет. Лёска, застёжка и всё. Лёска, застёжка и всё. Понял. Понял. Щуки там практически нету, но на моём там опыте рыбалки, езжу в Камской устье уже где-то порядка, наверное, 11 лет, я поймал за всё время две щучки, и то там на мельчке. Залётные, случайные. На мельке где-то. Не специально, что называется. Когда мы ловим на глубине, там больше 80 метров, там щуки практически нету. Ну, это не её глубина, и это не сильно комфортно. Она предпочитает другие, конечно, территории. Вот. Единственная особенность ловли, о которой я бы хотел ещё сказать, ну, скажем так, это не особенность ловли, это, не знаю, там, моя просьба, наверное, да, там, к рыболовам, которые туда поедут. Вот если вы начинаете ловить на глубине более 10 метров, и у вас клюёт откровенная мелочёвка вот в лунке. Мелочёвка это сколько? Ну, вот там могут клевать дети вообще там 100 грамм, 200 грамм, вот такие, да. Жалко. Уходите с этой лунки, потому что, к сожалению, судака, поднятого с такой глубины, обратно не отпустить. Он просто не жилец. Понятно. То есть, у него реально там пузырь плавательный выпадывает, да, там, глаза выпучивает, и всё оставшееся. Особенности таких глубин. Да, соответственно, у него там происходит дикая декомпрессия, но ему плохонько. И, соответственно, если у вас вот клюёт вот такая рыба, опять же, по нашему опыту, вот если ловится там 200 грамм, 100 там грамм вот такие малыши, рядом хищника крупного нет. Ну, в этой лунке он не клюнет, там, продолжите поиски, не знаю, там, найдите более достойную рыбу. Просто, ну, ловить вот эту мелочёвку, видел я там, когда, не знаю, там мешки ей набивают, ну, что с ней? Ну, задаёшься вопросом, зачем, да? Что с ней делать? Зачем в таких количествах, тем более? Есть нечего, пускай она живёт дальше там, не знаю, растёт и радует нас поклёвками. Поэтому, ну, вот такая вот особенность ловли именно на большой глубине, там, к сожалению, рыба уже не отпускается. Удачная рыбалка на Камском устье, именно на судака, вот в это холодное время года, там, в течение дня, ну, опять же, судя по твоему опыту, это сколько пойманных трофеев таких вот достойных? Но будет хорошо… Обывательский такой вопрос. Нет, будет хорошо, если за день, там, например, попадётся там 2-3, там, судака, таких весом, там, за 2 килограмма. Вот, ну, нужно признать, что рыбы сейчас стало значительно меньше. Например, когда вот я начинал ездить в Камское устье, я говорю, это было где-то, наверное, лет 11 назад, да, 2006-2007 год, вот так вот мы начинали ездить, там рыбы было, ну, не знаю, неимоверное количество. И она особо не привередничала там, да? Ну, за день, ну, вот, за день удачливые рыболовы, опять же, не знаю зачем, реально там налавливали по 50-60 килограмм в день. Разнокалиберная, да, там? В день. Рыба. Ну, это вот особо без мелочёвки, это такая нормальная, хорошая рыба, товарная, да, 50-60 килограмм. Ну, и количество людей, видимо, которые туда приезжают, тоже с тех пор увеличилось? Увеличилось в разы, увеличилось в разы, это во-первых, во-вторых, в то время, когда мы туда начинали ездить, там было очень мало снегоходов, было практически не было техники, да, там у кого-то где-то какой-то там буранчик, да, там ещё что-то, то есть, вот мы там ездили, у нас тоже там был свой снегоход, да, мы ездили с ним. Сейчас всё там моторизовано, стали доступны, раньше казавшиеся недоступными там места, да, и, соответственно, рыбу, ну, вылавливают так или иначе. Поэтому сейчас хорошая рыбалка, это когда там два-три таких трофейных, ну, по меркам зимним, да, там судака там полтора, там два килограмма ты поймаешь, ну, и сколько там таких там товарненьких, там около килограмма. Вот, например, мы со своей компанией предпочитаем достаточно активную рыбалку, то есть, мы не стоим на месте, есть там ещё одна замечательная рыба, это бёрж, да, которая очень вкусная, у нас она занесена в Красную книгу в нашей Кировской области, её ловить нельзя, там её ловить можно, пожалуйста. Потому что другой регион. Вот, она собирается в огромные стаи, рыбалка очень увлекательная, ну, к сожалению, там трофеями похвастаться точно невозможно, потому что бёрж сам по себе, он сильно большим там не вырастает, вот, и средняя там навеска рыбы, которую ловят, это там 300, 400, там 500, вот такая грамма. Понятно, что бёржик очень вкусный в копчёном виде, да, там деликатес такой, всё здорово, его можно очень весело половить, ну, это такая сидячая рыбалка, то есть, вот если ты приехал, нашёл берша, там реально можно на двух-трёх лунках сидеть весь день, он там с переменным успехом клюёт, там есть периоды активности, потом затишье, да, и снова продолжают клевать. Многие приверженцы есть такой рыбалке, они выбирают её, а мы же, наоборот, мы постоянно передвигаемся по льду, то есть, ищем активную рыбу, ищем кормовую рыбу, используем эхолот, и используем подводные видеокамеры, да, чтобы там посмотреть, а вот есть ли здесь вообще рыба, там стоит ли. Как правило, приезжая там на какую-то интересную бровку местом, там, втроём, вчетвером, каждый делает там по 10 лунок, в каждой лунке мы там делаем по 10 взмахов, если нет контакта, переходишь на следующую, то есть, там буквально 20 минут обловили, нет поклёвок, поехали дальше. Вот за день там наматываешь огромное количество километров, но такая рыбалка, она для меня, по крайней мере, хороша тем, что от каждой поклёвки ты радуешься, ты получаешь там истинное удовольствие, да, ты вот этот вот адреналин ни с чем не забываемый, то есть, когда там лупит судак, и ты там его достаёшь, ты понимаешь, что да, ты там проделывал огромный там путь, ты прошёл работу, ты подобрал приманку, ты нашёл эту рыбу там активно, поймал её, там всё здорово. Ну, каждому своё, но тем не менее, я приверженец такой рыбалки. Спасибо, на этом завершается время программы. Ну, как завершается, мы завершаем разговор с Василием Омоновым, экспертом компании «Рсенал». Сейчас ещё будет пара минут для того, чтобы подвести итоги нашего фотоконкурса и вручить подарочный сертификат на 3000 рублей от рыболовного клуба «Белуга» в чистых прудах. Я думаю, что на Камской устье мы будем возвращаться. Конечно. Впредь, да. Ну, всем не хвастанье чешуи. Спасибо большое. Всего доброго, друзья. Трофей рыбалка Напоминаю, что девиз нашей передачи «Трофей рыбалка» «Без движения нет ужения» и мы двигаемся уже к концу программы. Осталась очень важная и торжественная часть награждения победителя нашего фотоконкурса, размещенного в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Конкурс посвящён зимней рыбалке. На этой неделе в голосовании участвуют три фотографии. Фото номер один Александр Булдаков, фото номер два Павел Рихалов и фото номер три Игорь Вершинин. Сейчас на часах начало седьмого. Сегодня 22 ноября, четверг. Программа, напоминаю, выходит в записи. Я, как и в прошлый раз, не знаю пока победителя конкурса, потому что я ВКонтакте ещё не голосовал, что собираюсь сделать сейчас. И после этого мне сервис выдаст расклад по голосам и, соответственно, узнаем имя победителя. Ну, я не отхожу от своей традиции голосовать за очень большие и внушительные трофеи, поэтому я сейчас проголосую за фото, предоставленное Александром Булдаковым. Итак, кликаю по фото номер один и узнаю результаты. Тут уже никаких вопросов нет. Всё ясно. С большущим отрывом в этом голосовании побеждает Павел Рихалов. Ура! 66 процентов. Павел, поздравляю вас. Именно вам и достаётся сертификат на 3000 рублей от рыболовного клуба «Белуга», который находится в чистых прудах. Очень неплохую рыбалку можно устроить на этот сертификат. Поздравляю вас и призываю далее участвовать в наших конкурсах. Все подробности вы найдёте в нашей группе ВКонтакте. Конкурс возобновляется еженедельно. Ну, а ровно через неделю, 29 ноября с 8 до 9 вечера, мы подведём итоги месяца нашего конкурса и разыграем 30 литров бензина «Ультра-92» от нашего генерального партнёра компании «Движение нефтепродукт». На сегодня программа завершена. Видеоверсию ищите завтра, и вы её без труда найдёте на сайте эхокирова.ру, а также на нашем YouTube-канале. Повтор этой передачи слушайте в воскресенье с 16 до 17 часов. На этом всё. До свидания. Всем пока. Рыбалка.